В эфире программа «Культура Хакасии» в студии Олеся Калиниченко. Здравствуйте! С 8 по 12 июня республика принимала у себя дорогих гостей. В Хакасии прошел четвертый международный фестиваль этнической эстрады от Эры. Событие долгожданно не только для музыкантов. Этот фестиваль любят и ждут зрители. Драмтеатр имени Лермонтова с трудом вместил себя всех желающих. Люди готовы были стоять весь концерт, лишь бы послушать, как звучит многонациональная Россия. Фестиваль от Эры – это не просто праздник музыки. Это праздник дружбы, взаимоуважения, культурного многообразия. В течение недели на сценах республики звучали песни на разных языках мира. Однако трудности перевода зрители не испытывали. Этническая музыка – вещь особенная, чтобы понять, о чем поет артист. Язык знать не обязательно. Для нас это очень важный проект. И символично, что он проходит в Хакасе, именно в канун Дня России. И финал, голоконцерт, главный день 12 июня, это уже стало традиционно. Это, наверное, самый главный подарок. Красивый подарок, чистый подарок, потому что этническая эстрада, этническая песня – это корневая культура. Для нас это очень важно. Фестиваль от Эры – долгожитель. 20 лет назад Герман Танбаев задумал конкурс как площадку для развития местных музыкантов, поющих на национальном языке. В итоге при поддержке Министерства культуры фестиваль вырос до всероссийского, а затем и международного уровня. Это профессионал с большой буквы, который занимается, кто пропагандирует, кто несет и кто может показать, скажем, именно творчество. Приятно, что есть исполнители достойные, которых можно и слушать, и смотреть. То есть они умеют практически на сцене все. За главный приз фестиваля сражались 43 исполнителя. Помимо Гран-при, организаторы учредили два новых диплома – «Надежда» для молодого участника и диплом за сохранение музыкального, культурного и духовного наследия народов Азии – «Шелковый путь». Хакасию на фестивале представляли сразу несколько исполнителей. «Надежда республики» Екатерина Кележекова «Земляков» не подвела. Песня собственного сочинения о любви покорила сердца международного жюри. Одно скажу, что по сравнению с теми конкурсами, с которыми я участвовала вне Хакасии, на сегодняшний момент это то, что я дома. Я нисколько не волнуюсь. Вот когда я выезжала в другие страны, регионы, это, конечно, чувствовалось, и напряжение было большое. Отдельно стоит отметить поклонников фестиваля ОТР. Все участники отмечали благодарность и радушие зрителей. Зал одинаково тепло встречал и своих музыкантов, и соседей, и зарубежных гостей. Редко такое бывает, чтобы так принимал зал. Очень здорово. Для артиста это самое главное, чтобы была поддержка зала. Столь масштабным праздник не состоялся бы без поддержки спонсоров. Второй год подряд большую финансовую помощь фестивалю оказывает разрез Аршановский. Вся Россия сегодня собралась в одном зале. И я по-доброму завидую им вот этой молодости, таланту. Я рад, что наш разрез Аршановский немножко внес эту лепту. Остается только догадываться, насколько трудным было жюри выделить сильнейших. И тем не менее, ОТР это конкурс, и победитель должен быть назван. Первое место заняла наша солистка Екатерина Кележекова. Группа из Ташты Пахалах получила приз зрительских симпатий по итогам СМС-голосования. Обладателем Гран-при фестиваля и премии в размере 150 тысяч рублей стал солист из Кыргызстана Аделет Азимов. На этой неделе в Национальном кровеческом музее открылась редкая по красоте выставка. Экспонаты представлены Российским этнографическим музеем Санкт-Петербурга. В нем хранится более полумиллиона предметов, рассказывающих о быте и культуре народов, проживающих на территории России. В Хакасию привезли экспозицию «Пояс в культуре этноса». Этот элемент женской и мужской одежды мог рассказать о человеке многое. Он нес информацию о социальном статусе его владельца и зачастую был настоящим произведением прикладного искусства. Выставки лучших федеральных музеев в республике становятся приятной традицией. В Национальном кровеческом уже были экспозиции Государственного исторического музея, Рязанского историко-архитектурного. Выставлялся и Театральный музей имени Бахрушина. И вот снова в гостях Российский этнографический музей Санкт-Петербурга. Соглашения о сотрудничестве с лучшими музеями страны были подписаны в рамках историко-культурного форума, который проводился в республике с 2011 года. Для нас это огромная честь, потому что мало какие федеральные музеи позволяют себе выезд в субъекты Российской Федерации, а тем более за Урал. Мы гордимся этим достижением. Это реальные итоги форумов, которые проводятся в республике Хакасия, международных форумов по историко-культурному наследию. Более 250 экспонатов, а точнее женских, мужских поясов. Через этот предмет одежды хранители Российского этнографического музея решили показать все многообразие и самобытность народов, проживающих на территории нашей Родины. Пояс вплоть до начала 20 века был самой говорящей частью одежды. По нему можно было определить социальный статус, семейное положение. Когда вы ходили на гуляние, по поясу матери можно было увидеть, сколько у нее детей, какие у нее там девочки. Или у девушки у нее был пояс, естественно, скромнее, со своими знаковыми вещами. И было видно, какие устремления у нее и так далее. То есть ничего не надо было говорить. Все было тут. И в поясе в том числе. Не только в рубахе, не только в паневе или в сарафане, но и в поясе. Кожаные, металлические, домотканные, плетенные, украшенные полудрагоценными камнями и бисером. Пояс был одним из самых дорогих элементов одежды. Примечательность данной выставки в том, что большую часть экспонатов не стали прятать под стекло. Мастерство рукодельниц прошлого века можно рассмотреть детально. Нас поразило при монтаже то, что мужчины и женщины, которые носили эти пояса, они были очень хрупкие. Это были мужчины невысокого роста, с тонкой талией. Потому что пояса, как они застегиваются, ну это 70-80 сантиметров в объеме. А женщины вообще, наверное, талию имели там 50, может быть, сантиметров. И это не мои, не голословные мои утверждения. Это подтверждают подлинные экспонаты, которые здесь у нас есть на выставке. Это пояса женские, пояса невесты, наверное, по Волжье и при Урале. Выставка Российского этнографического музея будет открыта до конца августа. В планах не только проводить экскурсии, но и устроить в выставочном зале мастер-класс. Студенты и преподаватели декоративно-прикладного творчества будут учить посетителей древнему искусству изготовления поясов. Мы продолжаем рассказывать о писателях Хакаси Александр Катажеков. В республике его знают как драматурга, художника, писателя. Он автор не только пьес и картин. Ему принадлежит авторство таких общеизвестных работ, как «Герб Хакаси» и «Фонтан» возле драмтеатра имени Лермонтова. Однако сам Александр Иванович считает себя прежде всего свободным человеком, которому посчастливилось заниматься любимым делом. Александра Катажекова действительно трудно назвать только писателем, художником или драматургом. Его интересы гораздо шире, чем писательская деятельность или живопись. В своих работах, будь то пьеса, картина или детская сказка, его в первую очередь интересует духовное начало человека. В одном из последних моих драматургических произведений героиня жалуется, что с детства ей все время внушали «будь человеком, будь человеком». А что значит быть человеком, никто не объяснил. И вот мне кажется, что в современной России люди как раз находятся вот в этой муке. А что значит быть человеком? Прошли те времена, когда людей воспитывали книги. Сегодня источников информации море и информация, которая из них льется, весьма сомнительного качества. Эти новые технологии, они увели людей от функции «душа обязана трудиться». Сейчас вот это течение гламур, «Дом-2» по телевидению, как раз тянет человека к его физиологическим потребностям, к его животному состоянию. Не думать, не размышлять, не искать, не мучиться. Помните у Пушкина «Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать». На этом фоне особенно отрадно видеть юных и перспективных авторов в литературе. К счастью, молодёжь, которая готова мыслить, не перевелась. Тому подтверждение творческий лагерь, который в прошлом году «Дом литераторов Хакасии» провёл на базе литературного музея имени Кельчичакова. По итогам выпустили книгу молодых авторов, там до 12 авторов, 15 сейчас точно на вскидку не скажу. И в этом году мы проводим и у нас около 25 заявок уже. И есть просто мысли такие светлые, есть такие авторы, но у них не хватает мастерства. И вот наша задача как раз в этих литературных лагерях – помочь. Сегодня Александр Катажеков ведёт несколько параллельных работ. Для Национального театра готовит пьесу о любви, точнее, о её отсутствии в современном мире. Работает над повестью, где хакасский фольклор будет адаптирован для современной молодёжи. И уже готов к печати серьёзный философский труд «Астория» о древних цивилизациях, населяющих хакасскую Минусинскую котловину. В конце июня в Хакасии пройдут гастроли школы-студии МХАТ имени Чехова. На сцене драмтеатра покажут два спектакля. Также в рамках тура педагоги студии проведут мастер-классы для творческой молодёжи и прослушивание абитуриентов для дальнейшего обучения в школе-студии МХАТ по специальности «Актёрское искусство». Подробности в нашей следующей программе. Она выйдет в эфир 1 июля. Спасибо, что были с нами. До встречи.